Сегодняшний гость программы «Правда-24» является самым заметным из ныне живущих режиссёров. Это беспристрастный факт, потому что это брейкинг, цитирование есть. Является ли он самым одарённым? Сейчас мы об этом поговорим с самим Никитой Михалковым. Приветствую вас. Хорошо. Вот что мне кажется. Мне кажется, что вы и что ваш старший брат, вы, если сразу, вот в начале разговора, вместо «здрасте» не признать вашу гениальность, вы всё остальное считаете уже как бы, ну, наездом. Это так или нет? Кто это такой глупый сказал? Это ощущение. Это я сказал, это глупость. Это ваше ощущение. Они ко мне не имеют отношения. А тем более, что я такое слушаю и читаю. Да, вот на самом деле, вот почему я думаю, что вы слушаете и читаете? Потому что вы в какой-то момент, и, кстати, в «Солнечном ударе» тоже это есть, вы перестали быть просто режиссёром, просто творцом, вы стали ещё и публицистом. Есть публицистические нотки в «Солнечном ударе», я их разведел. А сразу спрашивают по-другому за это. Да, вы знаете, какая разница, как спрашивают? Ведь мама говорила, не страшно быть ненавидимым ни за что. Страшно, когда есть за что ненавидеть. Вот если спросить, вот взять этого человека, любого конкретного, который пишет там гадости, вот так, ну иди сюда, сядь, давай посмотрим, что я тебе плохого сделал? Он ответит, вот что, плохого, что я тебе сделал? Я тебя отнял, у тебя чего-то такое, обидел тебя, с работы выгнал, жену вывел. Что я сделал тебе плохого? А если это так, то спокойно можно к этому относиться. А я сейчас отвечу, мы только сейчас сперва, у нас традиция, вы, наверное, помните. Конечно, конечно. Это, да, мы, тех, кто ничего плохого точно никому не сделал. Ой, какая красная. Это она? Да. Да, как зовут? А? Ляля. Ляля. Вот такая у нас сегодня Ляля будет. Я скажу, я это прочитал у поэта, сатирика, Ертени. Он сказал, что он был, ну, про вас, наш Никита. То есть весь, ну, условно говоря, креативный класс тогда не было в советские времена, да, это была творческая интеллигенция. Воспринимал вас как человека, который полностью разделяет все установки и стремления. Ваш талант вообще не обсуждается. То, что вы гениальный режиссер, это вот даже ваши оппоненты, они как бы вот не могут не признать. Но теперь вы стали не наш, Никита. И вот в этом они, скажем так, видят какой-то элемент, ну, предательство, наверное, сильное будет слово, но то, что вы не с ними. А я не понял, кто сказал? Иртенев есть такой поэт. Поэт-сатирик, он такой. Ну, в общем, вы знаете, я не знаю такого поэта, поэтому не мудрено, что я не его, потому что он тоже не мой, поэтому чего тут нам делиться с ним? Я не знаю, думаю. Это же, Иртенев, не обязательно о людях очень известных, заслуженных, а о людях, которые занимаются творчеством. То есть вот, ну, креативно. Я никогда не знал, что я был когда-то своим поэту Иртеневу. Я всегда был свой среди чужих, чужой среди своих. Это да, это правда, но не все это понимали. У меня по этому поводу комплексов нет, но что значит, был я свой, стал не свой. Я не очень это понимаю. Мало того, я даже не очень понимаю, зачем мы на это тратим время. Вот есть поэт, да? Ты видишь мир, солнце, закат, восход, пишешь стихи. Чуть не разбираться в моей этой жизни. Какой смысл? А вы никому покоя не даете? Все хотят, вот, даже если, мне кажется, даже если бы, как вот Алла Пугачева, она уже не поет, не пишет, она все равно вот является то, что называется ньюсмейкером. Проблема заключается в том, что если вы оцениваете то, что я делаю, испытывая интерес к тому, что я делаю, тому, что я делаю, это одно дело. Может, это нравится или не нравится. Вы можете это оценивать как угодно. Но ставить все время в зависимость мою жизнь от того, что я говорю, думаю, снимаю, очень глупо. А еще глупее ставить в зависимость свою жизнь от этого. Дело в том, Жень, что как к этому самому относиться? Вот вы говорите, допустим, гениальный режиссер, и моя реакция на это, да, никакая. Она может выглядеть для кого-то, что я с этим согласен, что я, так сказать, вы правильно говорите. И, собственно, это так. Я к этому отношусь с огромной внутренней иронией. Но глупо говорить, нет, нет, нет. Вот она будет выглядеть, как то, что ты этого ждешь и получил. Я, мое счастье, вот я считаю, я абсолютно не чувствую груза, мною сделанного за мои спины. Вообще не чувствую. Я не чувствую картин, которые я снял. Я не чувствую вот этого. Мне говорят, вот это было кино. Я вспоминаю, я смотрю картину свою там какую-нибудь и думаю, нифига себе, вот это мы придумали, вот здорово. Но я не чувствую себя, так сказать, загруженным этим весом сделанного. А вы вот на какой возраст вот себя внутренне... Внутренне? Да. Лет на 40, наверное. На 35, да. По поступкам, которые я совершаю. Ну да, нет, это я понял. Просто вот на самом деле все последние картины, как мне кажется, они очень... Вот можно сказать, что это вот ваш внутренний мир. Вот такое впечатление, что Михалков, вот он пытается в себе разобраться. Собственно, то, что делает Ларс фон Трия. Почему вот мы до эфира, я спросил, не будет ли вам обидно сравнение с Ларс фон Трием? Это бы, это... Вот потому что тот, вот тоже человек абсолютно не запаривается по поводу того, что там скажет критика. Вот он пытается в себе разобраться. Вот у меня такое впечатление, вот, и от «Солнечного удара» тоже, потому что там, как мне показалось, я дилетант, я не являюсь киноведом, я вот просто-просто зритель. Там такое, вот не знаешь, чего ждать, потому что там смешение жанров. Там есть какие-то даже, какие-то, ну, водевильные моменты, ну, когда вот сабля падает в спальне. Вот, а там концовка, ну, очень трагическая. И финал с этой песни, ну, он просто вот вышибает все, что можно вышибить у кого угодно. У кого есть, что вышибать? Вот, а вы, когда начинаете работать, вот конкретно, мы с вами год назад, когда уже шел монтаж ленты, разговаривали, вы, когда начинаете работать и когда заканчиваете работать, вы одинаково себе представляете результат? То есть вы, когда приступали к солнечному вот этому удару, он и виделся вам таким, каким стал в финале? Или нет? Или значительные метаморфозы работали? Дело в том, что для меня сценарий всегда был поводом для картины. Даже если это, даже если это, так сказать, великий писатель. Дело не в том, что я хочу его исправить, не дай бог, или, так сказать, к нему как-то присовокупиться и почувствовать себя его тенью или даже выше. Дело в том, что для меня сценарий – это импульс, это повод. Потом приходят актеры, приходит натура, приходят детали, приходят вещи, которых нельзя написать в сценарии. Допустим, уходящий пароход в финале и ее крупный план с биноклем, и его крупный план Георгия Сергеевича с биноклем, когда он смотрит в прошлое, а она смотрит в будущее, это родилось во время съемок. Мы вообще снимали, мы приехали снимать сцену на пароходе, был абсолютный туман, и было так красиво. Дайте с ней вот крупный план, пусть она смотрит, а потом посмотрим, куда она будет смотреть. А пусть теперь пароход уходит, и он ушел, ушел и исчез в тумане. Это само по себе так красиво было, что я понимал, что это не может пропасть даром. Так же, как в Урге, мы уезжали со съемки, и вдруг радуга опустилась просто на всю степь. Я говорю, что? Что? Актеры где? Она уже уехала. Мальчик здесь, здесь. Актер, давай, не надо гримировать, халат, да, свой, да, идите, бери его за, идите. И вот идите просто вот туда прямо, идите, три камня. Мы с ним, что, говори о чем угодно с ним. И они шли, 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 шли на общем плане под эту радугу. Из этого родилась сказка, которую он ему рассказывал. То же самое здесь, этот финал, он выкристаллизовался. Другой разговор, что это может быть, как говорил Бергман, я люблю импровизацию, но которая очень хорошо подготовлена. То есть это импровизация, но она настолько изнутри идет, она настолько вписывается, так сказать, в тот общий контекст и общую ткань, что она всегда найдет себе место, если, так сказать, это сделано изнутри. Поэтому очень много там того, что, так сказать, врождалось прямо сейчас. Допустим, коляска, такой поклон Эйзенштейну, что люди неумные и неграмотные считают плагиатом, допустим. Это цитата. Это, конечно, цитата. Но для Тарантино вообще строит весь свой опыт на цитатах. А шарф – это цитата из самого себя. Из самого себя. Невозможно не наслаждаться, когда так трудно работать. Вообще, что бы ты делаешь, что бы то ни было делать серьезно, очень трудно. Поэтому, если не получаешь удовольствие, если группа, солнца нет, холодно, снимаем в Швейцарии, все думают, ага, Швейцария, там умирать хорошо, жить там невозможно. Когда я увидел человека в 2 часа ночи из окна гостиницы под дождем, который стоял в 2 часа ночи, ни машин, ни человека, он стоял под дождем с зонтом и ждал зеленого света, чтобы перейти улицу шириной, вот как от меня до вас. Я понял, что вот тут вот, наверное, это да, а вот жить-то невозможно. Ого, не цените вы европейские ценности. Ну, да. В отличие от вашего брата. Мой. Ну, кстати, мой брат тоже, так сказать, во многом переосмыслил, так сказать, многое. А и я, и я многое переосмыслил. Вот насчет переосмысления, вы ведь там несколько десятков лет шли к этой ленте, то есть, если бы вы сняли ее, ну, вот вы сказали там, что вы себя по поступкам сорокалетним позиционировали, если бы вы в 40 лет сняли, это была бы другая лента или это была бы другая была? Да, конечно. Другое было время. Тогда могла быть только история солнечного удара. Я 11 раз его переписывал от руки, чтобы понять, ну, вот как это. Такая технология переписывала. Никогда в жизни этого нет. А, то есть, это первый раз, да? Вот только этот раз. Я не мог понять, из чего он сделал. Почему поручик чувствовал себя постаревшим на 10 лет? Я не мог понять, то есть, я совершенно точно понимал, никогда нельзя этого написать, если ты этого не испытал. Там вся эротика невероятная и энергия сексуальная, которая завуалирована совсем простыми вещами, рука, пахнущая загаром. И он представил себе, какая же она там вся, и все, мгновенно. То есть, отражение сильнее луча. И, конечно, я пытался понять, я ни разу не попал. Я мог уже выучить его наизусть. Но я не читал писать фразу, и я всегда ставил не те глаголы, потому что вот он это делает. А вот, и это все на полупальцах, на ощущениях. Это гениальный абсолютно рассказ. Вы читаете то, что пишут в фильме? Ну, что-то читаю. Ну, потому что нет ни одного издания, которое там не отметилось бы. В общем, это самое заметное кинособытие года. Что-нибудь вас порадовало, допустим, что правильно оценивало? Очень много порадовало. Меня очень много порадовало. Меня очень много порадовало. Меня порадовало то, что люди считывают вот тут, так сказать, те расставленные колокольчики по всей картине, которые тронул, он зазвенел и замолчал, тронул здесь. Из этого возникает симфония, так сказать. Потому что каждый этот колокольчик – это кусочек ответа на вопрос, как это случилось. Тебя спрашивал мальчик, ты не ответил. Шарф забыла она. Ну, и забыла, и забыла. И ты про него забыл. А горничная не забыла. И как бы она ни была мила, все равно шарфик этот она утянула. А потом перепугалась, увидев фотографию, что как будто ее видят. Человек, фотограф берет, так сказать, взяточку, но потом все-таки меняет. Батюшка просит 10 рублей за... и так далее, и так далее. Не из этого случилась революция, но и из этого тоже. Потому что целый пласт общества не знал или не услышал Чехова, написавшего в записных книжках у каждого счастливого человека. За дверью должен быть кто-то, кто будет стучать ему молоточком о чужом несчастье. Вот это как раз и забыли. А вдруг выяснилось, что не все довольны тем, как живут. Брат что-нибудь сказал вам про «Солнечный удар»? Да, брат сказал. Мы коротко говорили. Он уезжал, он у меня поздравил с картиной, он сказал, что это огромный труд, работа большая. Я сказал, что у меня все равно есть претензии к мотивациям. К сценарным. К мотивациям героев? А? К сценарным. К сценарным поворотам. Ага. Я это понимаю, что многих может не устроить моя мотивация. Наша мотивация с моими соавторами замечательными, с, к сожалению, ушедшим Володей Моисеенко из жизни и Сашей Дебашьяном. Но это разночтение идеологическое. Идеологическое? Да. Так, вот мы здесь на... Нет, ну я имею в виду, что для многих это не есть то, о чем... То, что привело к тому, на чем мы заканчиваем картину, не это есть мотивация того, о чем мы там говорим. То есть, так сказать, там и батюшка, и мальчик, и Дарвин, и так далее, и так далее. Да, конечно, не из-за этого произошла революция. Но мы-то как раз не хотим и не знаем ответа вот из-за этого. Но я точно знаю, что как раз то, о чем пишет Чехов, когда говорит про молоточек, то, о чем... Как люди оценивают свою жизнь по привычке, по жизни тех, кто живет лучше. И это создает проблемы. Вместо того, чтобы оценивать ее с точки зрения жизни тех, кто живет хуже, которых больше. А сколько проблем отпадает, Жень, если ты вдруг увидел, что то, что у тебя есть, это такое счастье, что у тебя есть. Потому что у кого-то и половины нет того, что есть у тебя, даже внутренне, даже в возможных снах. Но тем не менее, все-таки вот вас радовало или огорчало то, что в зале, в основном, когда я смотрел, бывали моменты, когда люди смеялись. Это такая была задумка, что были вот эти смешные, как вот с часами, когда фокусник у них по ошибке. Да нет, ну как же? Ну потому что такая концовка трагическая, как бы надо же зрителя настраивать на... Ну в этом-то все счастье. Как раз это история, которая даже не предвещает ничего трагического. Если мы начнем в ней сразу искать, а вы знаете, что будет дальше, она рухнет. Ее нельзя выдержать. Это три часа, это большой срок, это тяжелая картина. Если там не будет моментов выдоха, историю с фотографом, с часами, и в сериале еще больше смешных вещей. Очень. Или, опять же, вот сколько человек в зале знает, кто такой Тригорьев? Процент. Так. Ну, минимально, правда? Так, хорошо. Допустим. Это имеет значение для меня? Нет? Нет. Потому что мы в данном случае, когда девочки начинают, да он умер давно, я говорю, да нет, пойдем к нему. Мы ее Чехов. А вы ничего не Чехов? Вы писатель, писатель? А вы ничего не Чехов? Нет. Тригорьев. Я специально в зале слушал, сколько человек на это реагирует. Полтора процента. Но этого мне достаточно, потому что это есть, я это делаю не для того, чтобы таксозритель расхохотался. Это радость внутри, для нас, для нас. Вот есть прекрасные картины, прекрасных режиссеров, автором которых я не хотел бы быть. Например? Ну, не буду приводить пример. А вот вы все так скажете, а потом никакой конкретики, и ни о чем получается. Ну, как же, не надо бояться. Я понимаю, что... Я скажу, я скажу. Вот я считаю Германа Старшего, Царшего Небесного, потрясающим режиссером, замечательнейшим режиссером. Но я вижу на экране, я вижу внутри картины, как трудно и тяжело работать. И меня это выматывает, как зрителя. Я все-таки, я понимаю, что Бетховен и Малер гениальные композиторы, но Моцарт для меня все-таки... для меня. Понятно. Ну, а немножко от кино уйдем. Перед вопросом такой предвопрос. Вы не обижаетесь, когда вас называют Михалковым? Нет. Просто моя коллега, вот когда вы приехали уже к нам в гости, и до того, как зашли в студию, он сказал, Михалков так похудел, наверное, переживает. Вот, чего у нас Михалков похудел? Я просто считаю... Чего похудели? Знаешь что, просто дело в том, когда ты... Вот представь себе, ты играешь в теннис с двумя ведрами воды полными, или ты играешь в теннис только с ракеткой. Так. Вот я просто подумал, что в теннис надо играть с ракеткой, а не с двумя ведрами воды в своем организме. Поэтому я похудел, и для того, чтобы... Мне хорошо. Нет, ну а как? Все хотят так, чтобы было хорошо, все хотят похудеть. Ну да. Какой, какой? Вот от Михалкова рецепт. Ну, так тебе сейчас скажи. Что, надо... Знаешь, вообще, для недругов могу сказать, что они так меня задолбали, что я похудел от огорчения. Но на самом деле, это... Это огромное удовольствие пытаться и, может быть, научиться управлять своей, как бы, жизнью. Это... это... это кайф. Ну что, у нас, к сожалению, мой собственный кайф подходит к концу, потому что я с вами-то готов часами общаться, но время у нас ограничено. Мы, если вы помните, у нас такая традиция, игра в правду. Вот, будем... Это я первый раз, я не был, это глумение? Да? Нет. У нас появилась, да, у нас появилась такая традиция. Есть такой проект, спектакль, фильм, ну, не суть важен, значит, все это очень просто выглядит. Вы вытягиваете фишку определенного цвета, и здесь вопросы разных категорий, там, они... Надо подумать, неловкие, откровенные. Бывают очень такие вопросы, мне прям, правда, неудобно. Вы можете на них не отвечать. Многие не отвечают. Прямо, помню, брат вашему такой вопрос достался. Где он занимался в церкви самых гонотических местах? Я думал, откажется, нет. Ответил. Так. Так, фишку любую. Красный, да. Любую красную карточку. Красный, вот этот? Да, там. Любую красную. Откровенный вопрос. Занимались ли вы сексом вне дома? Вот просто тот же самый вопрос, который Кочеловского. Да, просто удивительно, как вы вытащили его. Да. Лаконично ответил Никита Сергеевич. Хорошо, принят, принимаются. Вне своего дома. Я, ну, это, я думаю, это по-прежнему. Хорошо. Хорошо, не будем эту тему дальше развивать. Второй. Опять красный. Давайте мы ее отложим, чтобы третий раз не было. Еще. Это, 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 нет, нет, вы выбираете уже красный. А, я выхожу? Да, да. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает или вызывает отвращение. Вот это интересный вопрос. Такой прям, прям бунин. Я бы хотел, чтобы я у него вызывал отвращение. Сейчас тот еще красный не будет, потому что я отложил финальный вопрос. На подумать. Да, голубые карточки на подумать. Подумать? Ну вот, это каждый понимает. Свалили бы вы когда-нибудь вину за что-либо на своего брата, сестру? Нет. Наша семья, ну, кстати, по моим детям, на себя возьмут, но не свалят. Потом будут разбираться. Вот это Михалкова. Михалкова. И под конец я у нас третья традиция дарю вам книжку. 24 кадра правды про кино. Здесь, кстати, вы в этой студии, и здесь наша предыдущая беседа, да, и рад других. Да, погоди, а я тут тоже не толстый, вы знаете? Толстый никогда не был. Я был. Нет, нет, похудеть, это не значит перейти с категории толстых в категорию худых. Это процесс. Это называется похуже. Нет, это не тот случай. Всем смотреть «Солнечный удар», потому что вот я дилетант. Я расписался в том, что я не киновед, поэтому я скажу просто свое мнение. Фильм гениальный. Вот гениальный фильм, поэтому посмотреть его надо. Ну, а выводы каждый волен делать. Я свой сделал. Нет, я же искренне, я имею право в конце сказать то, что я думаю. Говори честный Станин. Спасибо. 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 Спасибо.